Эпоним Эпоним, в переводе с древнегреческого, давший имя, наименование, имя собственное. Пятиклассники, здравствуйте, продолжаем. Понятиями и терминами повторять и изучать историю Древней Греции в рамках курса истории Древнего Рима в школе для пятиклассников. Итак, Эпоним. Определение. Это лицо, от имени которого образованы имена нарицательные или имена собственные. Изначально Эпонимом, то есть словом Эпоним, называли божество легендарного героя или реального человека, через которого получал свое имя какой-либо географический объект, например, город, река, гора и так далее. Например, город Византии, согласно легенде, основал древнегреческий герой Визант, которого миф называли сыном бога Посейдона. Таким образом, Визант является Эпонимом Византия или Византия, а через него также и Эпонимом Византийской империи. То есть, Эпоним, еще раз повторяем определение, если буквально-то это давшее имя перевести, если с древнегреческого, или это лицо, от имени которого образовано имя нарицательное или имя собственное. Византия, Византия и так далее. Эпонимом города Киева, например, является легендарный князь Кий, один из братьев. Кия-Щек стал Эпонимом горы Щековица, возвышающейся над Подолом. А их сестра Лыбедь, Эпонимом реки Лыбедь, правого притока Днебра, которая протекает по территории нынешнего Киева. То же самое Москва-река в Москве. То есть, Эпоним здесь Москва. Название народов или племен зачастую также возводили к легендарным предкам Эпонимом. Например, Эпонимом племени Латинян считают мифического царя Латина, чье родство, различные мифы, увязывают с различными античными богами и героями. По другой легенде, названия народов Чехов, Ляхов или Поляков происходят от имен легендарных князей Чеха и Ляха. Именно собственные становились также названиями промежутков времени. Так, в античных Афинах год назывался по имени первого из девяти правителей Архонтов, который поэтому называли Архонтом Эпонимом. По этой причине в официальных хрониках датировка была такой. Вот когда Архонтом был такой-то. В истории Китая выделяются времена правления различных императорских династий. Например, Цинь, Хань, Минь. Да и вообще ли это исчисление современное, христианское, от Рождества Христова, Новая или Наша Эра. С течением времени количество явлений и понятий, для наименования которых использовались имена собственные, только росло. Вследствие этого эпонимами чаще становились реальные личности. Так, на берегу Средиземного моря в 332 году был построен город. И был назван город именем Александра Македонского. И стал называться, и доселе это город Александрия. В 330 году, уже упомянутый мною Византий, был переименован Константинополь. И также, эпонимом этого слова, выступил император Константин. С наступления эпохи великих географических открытий, резко возросло количество географических объектов, требующих наименования. Проливы, например, Беринга, Америка от Америго-Веспучия. И так далее, и так далее. Огромное количество эпонимов. В современных значениях эпонимы сливаются с такими понятиями, как торговая марка, бренд. Нередко эпонимом становится собственное имя, имя предмета или явления, которое используется для всего класса похожих объектов. Например, Лагуна, Гетто, Сома, Меандр, Даунтаун. Такой процесс часто происходит с торговыми марками. Специалисты даже выделяют три причины перехода марки в нарицательное название. То есть, когда они выступают в качестве эпонима. Во-первых, если до появления этой марки на рынке таких товаров не существовало, все появится. Если после появления товара у него долго не было ни одного сравнимого конкурента, тоже как вариант. И если в языке отсутствует простое слово для обозначения такого предмета, вот вам и этот эпоним. Например, эпонимы торговых марок часто встречаются. Например, памперс для всех одноразовых подгузников. Ксерокс для всех копировальных аппаратов. Эпендорф для всех полипропиленовых центрофужных микропробирок. Замбони для всех ледовых компаний. Армстронг для подвесных потолков и так далее и тому подобное. Спасибо за внимание. Следующий термин 96. Эпос. До свидания.